МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их биографии – это история Ёшкаралы. Они – почётные граждане. Учителя, врачи, учёные, краеведы – все те, кто своими делами вписали свои имена в историю города. В их числе и Борис Бабушкин – краевед, исследователь по натуре и по профессии. И мы снова переходим на личности. Борис Васильевич Бабушкин родился в 1923 году в деревне Вараксина. Ныне это улица Чапаева, в семье Лесничева. Краевед, учитель, коллекционер, член российского геральдического общества, почётный гражданин Мишкаралы. С детства Борис Бабушкин был очень живым мальчиком, скорее, не поседой. Любил ходить в лесные походы. Семья Бабушкиных живёт тихой, размеренной жизнью. Борис заканчивает столичную шестую школу, нынче это лицей номер 11, и поступает в Свердловский горный институт. Кстати, тяга к ископаемым у него была всегда. Коллекцию горных пород и минералов, найденных на территории Марийского края, Бабушкин в 16 лет представил на московской выставке. Когда началась война, Борису Бабушкину было 18. Он мечтал летать и бомбить фашистов в Неве. Но судьба распорядилась по-другому. Окончив школу пилотов, он готовил для фронта лётчиков-истребителей. Война лишь на время отложила планы Бабушкина. В 48-м он вернулся в город. В 53-м окончил Марийский пединститут. Именно тогда молодой учитель географии и естествознания на всю свою большую жизнь связал себя с родным городом и республикой. Он изучает историю края, ведёт уроки в школе, работает в Краеведческом музее, участвует в первой археологической экспедиции. Она стала глотком свежего воздуха для Бабушкина – человека увлечённого. Своими знаниями он спешит поделиться со школьниками. В течение 19 лет работает с детьми, в том числе на станции юных техников. Вместе со школьниками он разрабатывает чертежи, мастерит модели, военные корабли, гражданские сухогрузы, подводные лодки. Кстати, дело это кропотливое и небыстрое. Впрочем, это ничто. Главное – помочь маленьким личностям найти себя в большом мире, решил Борис Бабушкин, увлёкся сам и увлёк десятки детей – моделизмом. Гербы 47 губерний России, 25 областей, а ещё юбилейные, наградные, памятные. Сегодня уникальная коллекция Бабушкина – это более 3,5 тысяч значков. В школьные годы ещё одна страсть появилась у Бабушкина – это коллекционирование. Ребёнком он начал коллекционировать марки, спичечные, этикетки спичечных коробков. А вот уже в 50-е годы серьёзно увлёкся фольеристикой, коллекционированием значков. Первая его тема была – это космос, линьяна. А позднее он увлёкся геральдикой. Музей истории города стал также вехой в биографии Бабушкина. Сюда он впервые пришёл, чтобы передать в дар фотографии и книги часть семейного архива. Кстати, при открытии в 1996 году именно Бабушкин провёл первую здесь свою экскурсию. В числе первых экспонатов семейной реликвии Бабушкиных – свидетельство об окончании царево-какшайского мужского училища его отцом, крест на престольной 18 века, поминальник 19-го, медный заварочный чайник примерно того же периода, икона-избавительница, дореволюционные книги, учебники, открытки братьев Козлихиных и не только. Все экспонаты переданы в дар музею. Своим опытом и знаниями родного края он делится лично и оформляет их в небольшие брошюры. Борис Васильевич был очень живым, энергичным человеком. Он обладал великолепным голосом, великолепным голосом. Была исключительно его иудийца по знанию города, знанию истории нашего города. Скончался Борис Бабушкин на 80-м году жизни, в 2002-м. Но память о нём жива и сейчас. Когда история состоит из массы известных фактов, которые сами просятся в музей под стекло, сохранить её наш долг. Когда её приходится собирать по крупицам, искать, делать всё, чтобы память о человеке не угасла, есть в этом что-то личное. На это способны только близкие люди или земляки. Так и с Бабушкиным. Он часть истории Мариэл. Здесь его дом, здесь, что бы ни говорили, его будут помнить всегда. На этом всё. Наш исторический экскурс заканчивается. Увидимся на телеканале «Регион-12». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова